Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У меня сегодня тема, кому в первую очередь следует уехать в Америку. Вот, и сначала-то я имел ввиду как раз, знаете, какой контингент. Я вот тут смотрел телевизор, опять показывали инвалидов, ну как инвалидов, детишек, вот, которые полностью под опекой государства, их там делают ножки, делают ручки, и всё, что угодно им делают, да. Вот, и тут недавно вот группа ребятишек вот таких вот, ну, с умственными какими-то отклонениями, значит, такой стайкой дружной, их водили здесь вот. Ну, недалеко у нас беговая такая, даже не дорожка, а такой парк. Вот, у меня есть ролик, и вот их туда, значит, водили, ну, тепло пока было, сейчас-то у нас прохладненько. Водили, типа, на экскурсию походить, посмотреть, там куча воспитателей, да. Вот, а потом я подумал, ну, что я буду говорить в первую очередь. Им без того сложно, Ёлкины. Ну, вот, да, у меня была одна знакомая, по-моему, рассказывала, в Бельгии, в Антверпене, по-моему, она жила с сыном, удрала из России давно ещё. Вот, ещё я в Саратове жил, вот она рассказывала, какое счастье у них там. Пацану уже где-то лет 16-17, такой взрослый, уже сейчас ему, наверное, за 30. И вот, говорит, в России мы вообще безвылазно сидели, безвылазно. Вот, а здесь у него, господи, она его везде водит, вот, и мечтала тогда на работу его устроить, представляете, да. Вот, ну, вот, в Америке то же самое. Ну, я не об этом сегодня буду говорить. Потом хотел поговорить, значит, ещё такой момент, вот, насчёт пожилых родителей. Ребята, если вы смотались в Америку, как можно, любыми правдами и неправдами старайтесь их перевести сюда. Вот, потому что иначе будет полная ерунда, вы будете метаться. Вот, они там, вы здесь, и, в общем, ничего хорошего из этого не получится. Вот, вот, а потом у меня появилась такая мысль, пожалуй, я не о том говорю. Вот, вернее, не о том буду говорить, а буду говорить о тех людях, у которых есть возможность, но нет желания. И как это, может быть, вам покажется странно, в первую очередь нужно сюда мотать тем людям, у которых деньги есть. Вот если у вас, знаете, как, чтобы возможность совпадала с желанием, да. Полно желающих, но нет возможности, а вот у тех, у кого есть возможность сюда уехать сейчас, но нет желания. Вот для вас мой разговор, вот, да-да, для тех самых, которые кричат, Крым наш, ну, кто-то кричит, действительно у него бзик в голове, а кто-то, ну, полагается, он, например, директор там или где-то там в исполкоме работает, или как сейчас это называется, да, в городской управе, у которых деньжата, в общем-то, шевелятся. Вот, вам нужно убегать. И вот почему сегодня проскочила на Яндексе, по-моему, такая какая-то статья коротенькая, вот сейчас я ее уже не нашел, на каком-то заводе, не знаю, сковородном, что ли, каком-то заводе, ну, какие-то металлоконструкции такие, вот, вдруг 30 человек в масках захватили этот завод, забаррикадировались, ну, что это такое, это, они действительно захватят этот завод, подгонят кучу юристов туда-сюда, мы этот завод, значит, отберут просто-напросто, вот и все. А потом, что вы думаете, они с ними будут работать, ага, черта с два, они его продадут и поимеют деньги, вот и все. Какой-то это фильм был, а, красотка, Ричард Гель там торговал бизнесами, да, ну, вот сейчас в России, видите, что творится, уже, уже все, разворовали, воровать больше нечего, уже бизнеса отжимают, вот, и, в общем-то, если вы думаете, что вы крепко сидите, вы круто ошибаетесь, вот сейчас у вас пока есть возможность, да, вот, а через некоторое время у вас все отберут к чертовой матери, вот, и тогда вы останетесь вообще не при шишах, а вы привыкли жить, в общем-то, безбедно, понимаете, вот, и это тяжелая очень категория, которая в России есть, да, вот, довольно много людей, которые неплохо вроде бы устроены, но вы поймите, что вы можете потерять это в любой момент, завтра, понимаете, если не сегодня, вот, у вас все отнимут и еще в тюрьму посадят, вы хотите быть вторым Ходорковским, да, ну, я не думаю, что вам, вас такая перспектива устраивает, да, тем более у вас деньги есть, а с деньгами можно много сделать, даже вот в Америку, знаете, я вам сейчас такой интересный финт расскажу ушами, да, вот у вас, например, есть деньги, ну, вы знаете, что, значит, в посольстве сидят люди неподкупные, в посольстве США, в Москве, да, вот, но это, это полправды, даже с деньгами здесь можно сделать гораздо больше, я вам сейчас раскрою один секрет, ну, может быть, вы уже знаете, а может быть и не знаете, вот когда в Москву приезжает какой-нибудь высокопоставленный американец, там, ну, Трамп вряд ли приедет, ну, кто-то приезжает все время, да, и они обязательно, вот эти высокопоставленные гости, они обязательно посещают, значит, посольство США, обязательно, ну, а как же, полагается, и вот те сразу, значит, да вот, вы посмотрите, сколько мы выдали виз там и так далее, вот, ну, то же самое, господи, ну, везде же люди, ну, неужели вы не понимаете, понимаете, хорошо, и вот вам не нужно подкупать тех, кто будет у вас в интервью, ну, это невозможно, да, будет интервью брать, и все, но там полно всяких служащих, и вот суньте ему бабки и скажите, чтобы он подложил или она подложила документы, вот, именно в тот момент, когда кто-то приехал, да, вот, пускай они пока лежат, а вот как только, раз, визит какой-нибудь там личности, да, американской государственной визиты, вот, первый момент, второй момент, смотрите, визы выдаются лучше перед праздниками, ну, и посмотрите, какие праздники, Christmas, вот сейчас Thanksgiving, там, и так далее, самые такие вот американские праздники, да, вот, Форсов Джулай, да, американский праздник, вот, День независимости, и вот, чтобы вот в этот момент, как бы, значит, это, подложили, подложили, я, я попал наоборот, как раз, я, когда ездил в Голландию, я еще брал транзитную визу через Германию, да, вот, вы прикиньте, я туда попал 10 мая в их посольство, вы знаете, они какие злые были, потому что, ну, 9 мая День Победы считается, да, они 10 мая на меня прям, ну, хорошо, у меня немецкие более-менее свободны, и, в общем-то, я так, ля-ля-ля-ля-ля-ля, разговорился, и дали мне эту визу, злосчастную, транзитную, вот, эту транзитную визу, вот, а когда праздник, то же самое, с точностью наоборот, все довольны, все счастливы. Здесь никакого криминала нет, вы просто попросите, чтобы он подложил, или она подложили ваши документы, вот, под праздник, или кто-то приезжает, вот так вот, попробуйте сделать. Вот, и гнать вам нужно обязательно, именно сейчас, потому что завтра, ребята, будет поздно. Я понимаю, что не все, которые кричат, Крым наш, они, ну, кричат, потому что он директор, да, ну, я, по-моему, уже об этом говорил, вот, ну, глава-то у вас есть, да, ну, вы же сами видите, что все уже там, вот, все там, Киркоров там рожает уже, да, все известные личности, певицы там, какие-то композиторы, все туда смотались, у всей верхушки, той, которая управляет, значит, Россией, у них там дети и деньги, и все-все-все, что угодно, да, вот, вот давайте сейчас, вы послушайте меня, да, нас никто не, вас никто не видит, да, вот вы меня послушайте и мотайте, пока есть такая возможность, там покупайте недвижимость, туда переводите деньги, я понимаю, что те, у кого деньги есть, в большинстве случаев в России связаны с бандитами каким-то образом, да, вот, ну, тут уж куда деваться, если, допустим, убежит Рогозин, да, сейчас вот в Америку, то его кровавая рука гобни там с этим стопором или как с ледорогом точно достанет, а вас, может, еще и не достанут, понимаете, им бежать нельзя, им все, им смерть, вот, им до конца с Путиным оставаться, а вам, может быть, как говорится, удастся еще вскочить на подножку, вот, последнего поезда, и давайте, вот мой такой совет, хотите, прислушивайтесь, не хотите, нет. Всего хорошего, до свидания, с вами был доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok